Добрый день, уважаемые коллеги! Благодарю за приглашение Российского государственного библиотеки для молодёжи. Спасибо, что позвали. И сразу хочу заметить, что наш опыт основан в том числе на деятельности Российской государственной библиотеки для молодёжи. И мы всегда пристально следим за деятельностью РГБМ, вдохновляемся. И когда бываем в столице, то лично посещаем и что-то потом используем в своей работе. Может быть, что-то в своей деятельности мы за РГБМ тоже взяли, я думаю, что... И сегодня мне хотелось бы рассказать подробнее о создании в Ставропольской краевой библиотеке имени Лермонтова совершенно нового пространства, рассказать об истории создания и развития этой локации. И сейчас я, наверное, отключу презентацию и буду постепенно двигаться, тогда уже рассказывать о том, что у нас происходило, происходит в жизни кислорода. Цель проекта нашего — это создание в библиотеке принципиально нового пространства, в физическом, а затем и в цифровом виде, которое бы в какой-то степени задавало тренды, служило бы образцом для, может быть, других учреждений культуры нашего региона. И отличалось от привычной, сложившейся на протяжении многих лет деятельности по формату предлагаемой тематики. И вот, наверное, отказ от шаблонности и новой формы позволили создать ощущение такого присутствия в интересном месте, оживить статичную деятельность в библиотеке. Для нас было особо важно создать пространство, которое стало бы местом притяжения и развития местного творческого сообщества, которое бы прежде всего нравилось нам самим и куда хотелось бы возвращаться каждое утро. И могу совершенно точно сказать, что у нас это получилось, и мы с удовольствием сюда приходим, работаем, воплощаем наши идеи, и теперь это место — наша любовь. Но это место, кислород, дорог нам ещё, потому что многое из того, что здесь есть и было на разных этапах развития, это создано во многом своими руками. Там от стола и дивана, из поддонов до эко-стеллажей — это место дорого нам ещё, потому что, наверное, многое из того, что здесь было первоначально, было создано своими руками. От стола и дивана из поддонов до эко-стеллажей и того, что впоследствии здесь и сейчас находятся. Мы выносили стеллажи, приносили кресла-груши, красили стены, ездили по магазинам в рабочий перерыв, вкладывали свои деньги, тащили на своих плечах закупки. В общем, такая разнообразная деятельность по созданию, наверное, больше атмосферы, уюта в нашем пространстве. Буду показывать, как оно выглядело первоначально. Ну, наверное, всё-таки всё было не зря. И один из многочисленных скучных залов с четырьмя одинаковыми стенами, он ожил, насытился тем самым кислородом и новыми творческими идеями. Ну, наверное, в какой-то степени появление кислорода взбодрило весь коллектив, библиотеки. Заставило, может быть, посмотреть внутрь себя, пересмотреть какие-то свои взгляды, подходы, отношения к работе, увидеть что-то новое в библиотечной деятельности. Потому что мир всё равно не стоит на месте, и библиотеки тоже должны, я считаю, развиваться, развиваться в разных отношениях. Если говорить о организационных моментах, то на подготовку от идеи на бумаге до полной реализации у нашей команды ушло совсем немного времени. Это было около месяца подготовки. Важно было успеть сделать основную работу до новогодних праздников, и запуск пространства уже был запланирован на январь 2020 года. Было принято нам решение обойтись, скажем так, малой кровью, использовать при открытии все ресурсы, по большому счёту, которые у нас были, под рукой несколько столов, диванов, настольные игры, проектор, акустические колонки, просто по-другому переосмыслить, в том числе пространство, вот с этим как-то поработать, вдохнуть именно кислород в стены. И мы вот таким образом разделили пространство на две части, сделали рабочую зону, сделали зону для мероприятий, там, где могут быть различные лекции, кинопоказы. И арт-пространство было решено назвать «Кислород», что, в принципе, наверное, полностью описывало какие-то внутренние ощущения и, по большому счёту, цели и задачи, стоящие перед нами. Это творческое пространство для всех желающих, свободное от каких-либо давлеющих обстоятельств, под сковывающих ограничений. И сразу же к названию был придуман ряд слоганов «Дышим глубже», «Дышим свободно», «Дышим вместе», из которых основным стал слоган «Дыши свободно». И он до сих пор определяет нашу деятельность. И мы даже выбили его на стену. Кислород, в общем-то, с момента открытия он стал выделяться среди обычных педотечных кабинетов и залов. И работа пространства как-то стала кардинально отличаться поиском новых нестандартных форматов, мероприятий оригинальной подачи, задействованием разных каналов, рекламы и так далее. Открывая в январе 2020 года на шахт пространства и выбирая для него название, наверное, трудно было предположить, что оно настолько быстро приобретёт актуальность, будет настолько в тему по самым разным причинам, в том числе по тем причинам, о которых вы догадываетесь. И за короткий срок кислород, в общем-то, показал свою значимость, оживил библиотечную деятельность, придал ей какой-то новый вектор развития в сторону, наверное, молодёжного мейнстрима, в сторону новых форматов мероприятий и в целом общение с аудиторией. Ну и, наверное, на деле указал свою востребованность, потому что встречи, лекции, презентации книг, выставок, вплоть до аттракционов с квадрокоптерами, они в конечном счёте привлекли в библиотеку какое-то своё новое сообщество, которое раньше, наверное, не видело себя здесь, в этих стенах, представляя себе, что библиотека сегодня — это совершенно скучно, архаично и так далее. Задача была в том числе такая, чтобы новые поколения обратили своё внимание на библиотеку, посмотрели на неё другими глазами. Наша задача — показать, что библиотека стоит на месте, она развивается, она может быть какой-то другой. Целевая аудитория пространства — это, наверное, если в целом обобщать, это творческие и образованные молодые люди, активно интересующиеся культурой во всех проявлениях. И другим важным приоритетом деятельности пространства является работа со всеми теми группами населения, которые не являются традиционными посетителями библиотеки и как следствие расширения охвата населения в городе и регионе, почему я кратко сказал уже рано. До пандемии у нас была достаточно активная литность. Мы провели около 40 мероприятий в этих стенах за несколько месяцев, в том числе достаточно инновационных, по крайней мере, для нашей библиотеки, для нашего региона форматах. Так, например, у нас впервые прошла своп-вечеринка с презентацией Second Hand магазина, открытые мастер-классы по каллиграфии, рукоделию, бразильскому парному танцу, а также библиолога, кинопоказы и многие другие форматы. Яркими событиями в жизни пространства стали лекции с художниками, презентации новых книг молодых писателей и поэтов, потому что, откровенно говоря, так сложилось, что в библиотеке обычно презентуют книги такие маститые, солидные авторы, уже со своим опытом писательским, в том числе. А где площадки для выступлений, для презентации своего творчества молодых людей, но с этим уже потруднее. И не всегда они могут найти вот такие площадки и места, где бы они были услышаны, в том числе своими коллегами, соратниками, просто теми, кому интересно творчество и молодых творческих людей. Вечера среды у нас собирали при выключенном свете любители кино. Мы здесь устраивали вечерние кинопоказы, смотрели фильмы, документарии, сериалы, например, «Новый папа». Их смотрели уже на следующий день после их официального релиза. Это позволило сделать наш договор со стриминговым сервисом «Амедиатека», который мы заключили практически сразу после открытия кислорода. Уникальность проекта, наверное, в его гибкости, в его возможности работы в разных форматах, что кислород, наверное, успешно, ну, достаточно успешно, по крайней мере, продемонстрировал в период пандемии. У нас довольно борно развивались события. Мы только открылись несколько месяцев. Вот, как я уже сказал, провели порядка 40 мероприятий за два месяца. И тут настав период пандемии, когда нужно было что-то срочно решать, принимать какие-то решения, действия. Чтобы кислород не был закрыт спустя вот такое совсем короткое время, чтобы он продолжил свою успешную деятельность в Италии. Ну, и в этих новых условиях, в новых условиях самоизоляции кислород резко развернул свою деятельность и взял на себя большую часть онлайн-активности библиотеки, что позволило учреждению быть в топе культурных институций региона и, по крайней мере, выглядеть на общем фоне очень-очень презентабельно и не терять. Не терять и в качестве не опускать планку, потому что мы все-таки главная библиотека нашего региона, старейшая библиотека Северного Кавказа, одно из главных учреждений культуры нашего региона. Я считаю, что в любой деятельности, совершенно в любой библиотека должна оставаться на высоком уровне. Ну, конечно, пришлось перестроить кардинально свою работу, оперативно внедрить сервисы, перевести в онлайн ряд мероприятий. И в этот период команды кислорода были опробированы следующие форматы. Это прямые эфиры с приглашенными гостями из разных сфер. Это викторины на самые разные темы, как в постах, так и в сторис. Викторины с призами, конечно, пытались мы тоже как-то заинтересовать своих подписчиков. Это онлайн игры в прямом эфире со своими подписчиками, онлайн-концерты у музыкантов, видео-триу с приглашенными гостями в формате диалогов, видео-дебаты на актуальные темы, онлайн-лекции, участие в трендовых челленджах. В начале августа 2020 года стало известно, что нашу деятельность поддержал благотворительный фонд Владимира Потанина. мы подавали такую заявку как раз в разгар пандемии. И, к счастью, была одержана победа в конкурсе, получен грант существенный, фонд выделил на поддержку нашей деятельности. И, конечно, это было очень радостно и одновременно такое волнующее событие, несколько неожиданное для нас. Но, конечно, очень-очень приятное. И наш первый грант позволил, прежде всего, укрепить материально-техническую базу, приобрести качественное фото- и видеооборудование. Особенно важным это стало как раз в период пандемии, когда нужно было производить много контента и разница в качестве по сравнению с другими здесь стала очевидной. И мы стали снимать гораздо более качественные ролики, делать хорошие записи. Кроме того, мы впервые заказали свой мерч, сувенирную продукцию, которая пользовалась достаточно серьёзной популярностью среди наших читателей, подписчиков. Мы, конечно, активно разыгрывали мерч в этот онлайн период. Я как раз демонстрирую слайды, на которых виден, скажем так, визуал нашего первого периода работы. здесь достаточно яркие бросающиеся в глаза цвета, чтобы выделяться, чтобы на нас обратили внимание, чтобы как-то примелькаться. и вот так выглядела, собственно, большая часть пространства у нас в первый период работы. Конечно, есть не только успехи, наверное, важно сказать и о проблемах. Просто обычно спикеры заостряют внимание на успехах и выходит, что всё хорошо, всё хорошо, а потом мы раз и закрыли. Ну, так вот, за эти два года у нас было несколько соцсетей, сейчас уже, наверное, третий заход, поскольку первый раз наш аккаунт заблокировали по недоразумению в начале этого года уже по другим причинам пришлось уйти с основной площадки нашей и перестроить работу. Это вот, поскольку для нас соцсети продолжают оставаться очень важным элементом работы, то для нас это, конечно, такие непростые моменты, но важно в таких ситуациях адаптироваться, находить выходы из сложных ситуаций и принимать правильные решения, которые позволят вашему проекту жить и развиваться дальше. Мы сейчас посмотрим с вами несколько слайдов тех мероприятий, которые у нас проходили в 2020 году, в том числе офиши онлайн-мероприятий. поэтому весь наш короткий путь и опыт говорит о том, что мы стараемся тоже учиться на ошибках, на своем опыте, на чужом. мы стараемся переваривать, анализировать, критически осмысливать опыт подобной деятельности и двигаться дальше, конечно. И, конечно, про мерч я сказал, на мой взгляд, это очень интересный момент, в том числе, когда мы говорим о продвижении проекта, потому что как раз через мерч можно продвигать очень многое, это очень хороший способ. у кислорода был свой мерч в первый грантовый период, и он достаточно хорошо себя показал, в том числе с точки зрения рекламы. поскольку основная аудитория кислорода это все-таки молодежь от 20 до 40 лет, то мы активно распространяем информацию в мероприятиях, вузах города, у нас город очень молодежный, университетский, образовательный, сюда очень много молодежи приезжает для учебы, и мы стараемся активно сотрудничать с соединениями факультетами, кафедрами крупнейших вузов нашего города в плане поиска интересных лекторов, в плане привлечения на мероприятия тех, кому это интересно, конечно. Но это ни в коем случае не сгон мероприятия, это мягкое приглашение, завлечение, объяснение, что у нас классно, у нас комфортно, у нас интересно. есть. в 2021 году мы попробовали тоже несколько проектов и стали постепенно выходить в офлайн, стали записывать подкасты, первый опыт у нас был, снимали сериал, провели первую семью школу, где обучали библиотекарей грамотному введению соцсетей. Такая была работа первый, скажем так, период нашей деятельности. С начала нынешнего года мы всей командой бросили большую часть силы, времени на реализацию гранта фонда Потанина кислород второе дыхание. Мы, к счастью, получили уже второй грант, такой же существенный, как и первый. И, наверное, на этом этапе остановлюсь подробнее, поскольку это наша нынешняя актуальная деятельность. Мы переформатировали арт пространства полностью, было решено отказаться от такого пёстрого стиля взамен на строгие нейтральные цвета. Была закуплена новая мебель. мы попытались окончательно избавиться от офисного стиля, который ещё так или иначе продолжал присутствовать в кислороде. Была установлена яркая и неоновая вывеска «Дыши свободно» с нашим основным слоганом и девизом марско-пространством. Примерно так сейчас выглядит кислород, как вы можете видеть на слайдах. Здесь думаю, что ещё больше воздуха стало, больше света. Ну и конечно преобразилась сама наша деятельность онлайн, онфлайн. В марте мы совместно с культурной активисткой, создательницей краеведческого проекта «Нестарьё наследие» экскурсоводом Ангелиной Головченко провели запись первого подкаста нашего проекта «Провинциальное достояние». В середине апреля уже первый выпуск и шёл на всех площадках, которые только возможны. Для нас это очень важный и интересный и самый важный интересный опыт, потому что всегда самим прежде всего должно быть интересно то, что ты делаешь. так вот, мы сами очень любим краеведение и то, что нас окружает, окружающая нас культура, история нашего города и края. и этот подкаст рассказывает о самых интересных местах, людях, событиях Северного Кавказа. Здесь уже мы даже выходим за пределы своего города и выходим на Северный Кавказ, который тоже очень богат историей культуры. это удивительные и очень интересные. И в каждом выпуске мы приглашаем деятелей культуры, предпринимателей, историков, писателей, активистов, чтобы с разных сторон увидеть и понять, почему жить здесь, в Ставрополе, в регионе это круто. релизы подкастов мы публикуем на всех платформах, таким образом стараясь увеличить аудиторию слушателей проекта. Другое крайне важное направление нашей работы это серия серьезных краеведческих фильмов о интересных страницах прошлого и настоящего Северного Кавказа. Я думаю, что главным достижением именно на данный момент, хотя, конечно, мы не будем останавливаться, но на данный момент можно назвать фильм интервью с Борисом Матвеевичем Розом Феттом. Это уникальный человек в нашем крае, уникальный краевед, человек удивительной судьбы, чья жизнь отразила в себе наверное всю противоречивость и грандиозность XX века. один список людей, с которыми он встречался, просто потрясает. Я очень советую посмотреть фильм на наших каналах. В конце июля, начале августа на наших онлайн-площадках состоялся релиз фильма о Пятикорском некрополе. Это уникальный таинственный музей под открытым небом. Этот фильм позволяет проникнуться в атмосферу некрополя и познакомиться с историей нескольких известных захоронений, включая место погребения великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонта, которая первоначально была именно там. Вот эту удивительную экскурсию для нас специально для нас провёл Вардан Еврян, тоже удивительный человек, Равид Пальсковик, автор тематического блога. И такой истинный подвижник своего дела. Таких людей мы ищем, к сожалению, их немного, но вот мы ищем и для работы в кислороде, и для создания партнёрских проектов. очень интересные люди, которые позволяют сохраниться в нашей истории, культуре. И надо сказать, что в целом выбор региональной тематики, он пошёл проекту на пользу, поскольку в Ставропольском крае интеллектуальный контент такого уровня, откровенно говоря, мало кто делает. Сегодня у нас, слава Богу, позволяют уже это делать и закупленное по двум грантам оборудование и, что немаловажно, конечно, творческие люди интересны. Вот новая поддержка позволит нам значительно преобразить своё пространство, сделать современный ремонт, как вы видели, идти уже полностью от офисного стиля. И название гранта «Второе дыхание» здесь не случайно и, на мой взгляд, очень уместно, потому что это и обновление самого пространства, и обновление всей нашей деятельности, потому что периодически нужно обновляться, оставаясь притерживаясь каких-то главных позиций, но в то же время конечно обновляться. средства нового гранта позволили нам сделать уже новый мерч, изготовить свою сувенирную продукцию новых форм, что для официальных библиотек, если честно, не так уж и не сто уж часто явление. И вот вы можете увидеть специальную фотосессию, которую мы делали для именно новой сувенирной продукции, и, конечно, в таком ракурсе в виде она совершенно по-другому играет и привлекает внимание наших читателей, подписчиков, заставляет обратить внимание на киснород, на нашу деятельность. Конечно, нужно сказать о том, что в связи с обновлением были пересмотрены многие сферы деятельности кислорода, в том числе дизайн соцсетей. Мы полностью обновили брендбук кислорода, сделали его визуально узнаваемым, понятным, логичным. Создан новый логотип взамен старого. Обновлены обложки профилей в соцсетях, подобрана единая цветовая палитра, оптимизированы форматы постов с учетом особенностей каждой соцсетей. То есть репрендент, и мы здесь стараемся и от трендов отходить, и от собственной деятельности, и выглядеть современно и интересно. В том числе было кардинально переосмыслено канал кислорода в Телеграм, и он сейчас достаточно наполненный разнообразной информацией о нашей деятельности, о том, что интересно происходит в целом на Северном Кавказе. И вот еще один интересный момент, о котором бы хотелось мне сказать, потому что он и для меня лично очень важный. Мы решили создать такую открытую библиотеку кислорода. Мы благодаря гранту приобрели более десяти прекрасных по искусству. В основном это каталоги крупнейших выставок последних лет, музеях ведущих, книги и художников, музеев. И на самом деле такие здания очень давно не поступали в нашу библиотеку, поэтому для учреждения и читателей это тоже своего рода глоток свежего воздуха в условиях гранично ресурсов накомплектов а для кислорода это еще и шанс на создание и пополнение своего рода своей открытой библиотеки. стороной конечно пока библиотека очень маленькая но она уже красивая интересная заслуживающая внимания и книги на самом деле потрясающие которые найдешь не в каждой библиотеке но и в наших библиотеках я думаю что вставок русских пакет конечно планируем пополнять библиотеку насколько это позволит дальнейшей возможности следующий проект ну и в целом наверное сегодня кислород такое узнаваем брендовое атмосферное место как уже немного в штамп превратилась точка притяжение на карте проектов Лермонтовки так как кислород не ограничен библиотечной сферой и наше пространство оно становится площадкой для проведения разного рода больших федеральных проектов это еще и площадка сегодня для творческой академической работы куда приходят студенты преподаватели чтобы немножко уже отойти от стен университета и поговорить о культуре о истории более свободном информативном наш проект существует отчасти как городское медиа распространяет информацию о наиболее интересных и значимых событиях культурных регионов задачу мы по крайней мере поставили перед собой и стараемся рассказывать о самых интересных культурных событиях всего региона ну в целом благодаря активной работе и конечно благодаря грантовой деятельности поддержки и переосмыслению вектора вектора нашей деятельности проект ожил обрел новые перспективы и стал более востребованным как оффлайн так и онлайн появилось второе дыхание которое было главным посылом работы во всяком случае в этом году не только продлить искусственно жизнь проекта но и вывести его на другой уровень передать ему совершенно новую энергию смысл ну конечно кислороду еще предстоит повышать узнаваемость молодежной в новых аудиториях в том числе молодежной среде на разных площадках пока что несмотря даже на наши успехи очень такие серьезные пока даже в нашем городе далеко не все знают о кислороде я думаю что это тоже одна из целей нашей деятельности рассказать многим кто интересуется культурой искусством о том что есть такое место куда можно прийти и здесь будет очень интересно в целом сейчас конечно в наше пространство стало приходить больше молодежи форматы стали более живыми активными для аудитории есть возможность проявить себя в качестве спикера дискутируя с философом или участвуя в мастер-классе активная работа в соцсетях она тоже дает свои плоды и стала привлекать к проекту внимание новой молодежной аудитории нацеленной на культуру образования саморазвития познания партнерства с молодыми культурными активистами представителями некоммерческих организаций волонтерами они придали тоже новый вектор развития кислорода что уже проявилось в реализованных проектах и вот вы можете увидеть что на наших мероприятиях в общем-то всегда есть люди к счастью приходящие к нам и приходящие по своей воле с удовольствием улыбающиеся радостные счастливые получающие из них новые знания для нас это самое главное и наверное несмотря на ряд трудностей мы движемся вперед и полны сил реализации новых проектов если говорить о кислороде то мы видим продолжение и развитие проекта наверно наверно в выходе за пределы стен библиотеки и наращивание объема и качества фото и видеоматериала о культуре и искусстве северного Кавказа создание значимых онлайн проектов гораздо большим количеством выездных сессий в том числе на Кавказские минеральные воды ну и в целом такое создание такой творческой экосистемы что повысило бы привлекательность нашего региона в целом ну и я думаю что в связи с этим большая часть нашей деятельности она может быть и должна быть связана с работой вместе в библиотеке не только онлайн но и на базе других учреждений культуры нашего края и всего северного Кавказа партнерства с другими учреждениями культуры потому что на мой взгляд этого партнерства очень и очень не хватает в культурной сфере нашей страны в целом и нашего региона тем более это большая проблема большая лакуна над которой нужно работать и создавать новые значимые культурные проекты проекты не для галочки чтобы кто-то между кем-то там на бумаге посотрудничал именно большие интересные проекты культурные я отмечу важную на мой взгляд вещь кислород с самого начала я боялся пробовать что-то новое экспериментировать совмещать форматы учиться на ошибках новые видеоформаты рубрики тематики публикации их виды формы акцент на познавательный развлекательный культурный контент большие серьезные фильмы как сегодня вряд ли такое можно было ожидать простого маленького библиотечного пространства казалось бы маленького проекта который изначально создавался но вот хочется верить что российские библиотеки последуют в какой-то мере нашему позитивному примеру и простому выводу что даже без больших бюджетов можно добиваться очень многого ну а там где бюджет ограничен всегда на помощь могут прийти грантовые средства я конечно в этой связи хочу обратить на это ваше пристальное внимание потому что это огромное подспорье для проектов подобных нашему это и моральная и материальная поддержка позволяющая создавать действительно качественные вещи поэтому если у вас есть отличная идея о том как сделать проект и реализовать его частично или полностью за каждое средство и поэтому пожалуйста пользуйтесь такой возможностью пока есть вот наверное вкратце вкратце чем дышит кислород и все кто здесь работает кто сюда приходит я приглашаю приглашаю коллег из других регионов тем кому это интересно подписываться на наши соцсети следить за нашими проектами приезжать в гости обмениваться опытом и делать совместные проекты всего доброго и до новых встреч мы видео вкратце